Приветули-ребятули, с вами снова я, Маша, и сегодня мы с вами приехали снова закупаться в метро! Как-то так совпало, что мы уже закупились в метро, и сейчас, когда все абсолютно закупаются продуктами, скупают все-все-все, нам особо продуктов не нужно, потому что у нас, в принципе, есть. Но, как вы знаете, сейчас дорожает не только еда для людей, но и очень сильно подорожала еда для собак. И фунтик у нас питается едой, которая производится в Италии, и чтобы вы просто понимали, и раньше покупала 800 грамм его корма в среднем за 1000 рублей. Ну, это средняя цена, где-то он стоил 900, там по скидкам где-то 1100, но в среднем 1000 стоило. А сейчас эти 800 грамм стоят 3500. Сколько? И более того, их просто нигде не найти. Вот вы представляете, сколько на 3500 можно купить говядины и гречки, которыми у нас как раз-таки питаются и бакс. Не и бакс, а бакс питается только этим. Поэтому мы сейчас будем постепенно переучивать фунтика питаться натуральным кормом. Мы будем стараться. Ну, потому что, как бы, сами понимаете, 3500 за 800 грамм пачку покупайте, искать это по всему городу не очень. Поэтому мы приехали в метро. Всем здравствуйте. И не только мы приехали в метро. Вот, допустим, тоже какая-то пара закупилась под солнечным маслом. Также, вижу, они купили муку, а что можно снимать. Я видела, все снимают, спрашивают, а что вы купили. Я смотрела влоги из Ашана, все просто подходят, спрашивают, а чем вы закупаетесь, а чем вы. Это нормально, можно снимать, ничего такого. Тележку можно снять, людей, ну, нежелательно. Сегодня приехал сюда весь город. Это ближайшая метро к нам, поэтому мы приехали снова сюда. Так что погнали. Дорогие друзья, будем закупаться. Посмотрим, насколько поднялись цены на определенные продукты или магазины их держат. И вообще я знаю, что в метро сейчас массово скупают итальянские пасты, итальянские масла, потому что здесь очень много товаров именно импортных. Возможно, в метро закроется. И да, есть такая вероятность, что в метро, в принципе, закроется. Нам здесь нужно, по сути, говядина, мясо. А, я еще не сказала, на нее скидка. И сегодня последний день 20% на всю говядину скидка. Ну, с учетом того, сколько людей. Нет, надеюсь, там хоть что-то осталось. Так что, ну, пойдемте, будет реально интересно. Мне очень интересно посмотреть на цены. Я, в принципе, знаю, какие цены были месяц назад в этом магазине, потому что вы можете посмотреть это видео, где мы закупались на ближайший месяц с товарами. Мы, знаешь, как смотрели. Где мы всегда так закупаемся, поэтому для нас это была норма. Вот, погнали. Ну что, ребят, мы уже на месте. Смотрите, какая тут есть прикольная стойка появилась. Я думала, тут типа обновление цен. Такое, да, хотели мы взять? Да, мы хотели такое в том году купить. Но тут без цены, а наоборот, просто ассортимент того, что здесь продается. Видимо, чтобы все не выставлять. Я, поскольку, хочу реально посмотреть цены на все, так что давайте тут тоже пройдемся и посмотрим, что здесь есть. Вот, да стоит столько же, на самом деле. Мы в том году хотели купить вот такой мангал. 6 тысяч. Он один остался, походу. Да, один не собранный. Что, будешь брать? Единственное, что плохо, он вот так вот весь обголупается. Да, он весь потом пойдет, как обычно. Но, ребят, он стоил столько же в том году. Ой, я вот эту штуку всегда хотела. Пойдем посмотрим. Круто, что она появилась. В общем, кто не знает, это такой обогреватель. Он на газе работает, стоит 40 тысяч. 39,999. Я без понятия, сколько он должен стоить. Но мне кажется, цена адекватна. Такую вещь. Такие часто штуки ставят где-нибудь в кафешках, там, на верандах, чтобы вечером было тепло и можно было сидеть и чилить. Но так же и в домах их ставят. Главное, что не нужен газ, который у дома. Ты в любом случае сюда как бы баллон ставишь, потому что у нас в доме нету газа. Но такой штукой мы все равно можем воспользоваться. Но пока мы ее брать, конечно же, не будем. Просто позыркаем что-то. Ну, в общем, тут, в принципе, цены вообще не изменились. И даже есть скидки, ребята, я вам более того скажу. А еще на входе стоит подсолнечное масло по скидкам. Но нам им не надо закупаться. Кстати, набор мебели, смотри, 175 тысяч рублей. Я столько и стала в том году. Просто нам нужен набор мебели, скорее всего, новый. Потому что нашему уже где-то два года. Ну, не где-то, а два года. Но его мы сейчас брать тоже не будем. Так, ребят, кому интересно, тут очень много садовой мебели. И так, я смотрю по ценам. Смотрю, смотрю. В принципе, все цены адекватные, как будто с того года. Ну, потому что, судя по тому, как растут цены там на всякие товары, этот стол стоит должен не 20 тысяч, а все хотя бы 30. Потому что в том году он стоил столько же. Потому что я на него в том году заглядывалась. Видите, какой он большой, клевый, можно на гаранде поставить. И вот все, что я здесь посмотрела, стоит столько же, сколько стоило в прошлом году. Возможно, это пока что. Типа, пока это старый завоз. По старому курсу доллара продается. Вот эти очень прикольные скамейки. Она такая уже лакированная, и видно, что она такая устойчивая. Вот. Так, интересно, здесь после садовой мебели сразу идет какая-то странная линия с алкоголем. И здесь есть швепс. Я так и не поняла, закрывается ли вообще Кока-Кола и Пепси в России. Но Денис очень любит швепс. Я хотела взять несколько баночек, но цен нет. Поэтому пока брать не буду. Вот, видите, как-то все странно стоит без цены и без ничего. А потом бах, сразу контейнеры и бах, всякая разная омывайка. Ой, еще и там керхер есть. Пойдемте посмотрим. Я знаю цены на керхер. Потому что мы за ними всегда следим. Потому что нам всегда нужны керхеры. Они подорожали, подорожали. Это вообще семерку стоит. Семь тысяч стекла очистителя у нас такой есть. Мы его покупали, ну, наверное, тысяч за пять максимум. Ну, не за семь так точно. Вот это, я честно говоря, не знаю, сколько стоило. Но сейчас это стоит вот столько и вот столько. Короче, я зашла в технику. Смотрите, тут даже на кофемашине есть как бы типа скидки. Не знаю, ну, красоценник это же скидка. Вот я такую кофемашину себе хотела взять. Она здесь стоит семь восемьсот. Ну, не сейчас, а до этого, когда мы смотрели кофемашину. Вот она. Семь восемьсот. То есть тоже нормальные такие цены, стандартные. Вот. А это типа как у нас, только у нас, по-моему, другая. Чуть-чуть, ну, похожая. Здесь она стоит двадцать семь. Хотите прикол? Тут даже цена ниже на вот этот набор сейчас, чем раньше. Мы такой набор покупали за шесть тысяч для уборки. Турбо. Именно прям такой же у нас. А тут сто пять. Ну, и то он без скидки. Так что нормально, не паникуем. Погнали дальше. Я, кстати, хотела кружку посмотреть. Ну, типа не цен сровнять, просто посмотреть, может, какие-то прикольные. Но я ни разу не покупала в метро кружку, потому что... А, нет, вру покупала. Помните, на осеннюю фотосессию? Потому что вот они висят, эти кружки как раз осенью связанные. Ну, в принципе, такие же цены. Вот я просто хотела реально убедиться в том, что пока что все нормально. Я в этом убедилась. Ой, смотрите, какие прикольные. Похожи на бокалы, которые на Новый год покупал. Чисто паста на двоих сделала. Слушай, зачем такая огромная? Сорок, ребят, сантиметров. Представляете? Это же она огромная, реально. Ну, не то, что... Просто ты посмотри. Но она на обычной печке не сработает, да, я думаю. Нет, там специальные плицы. В общем, это для ресторанов. Рестораны. Да, жесть. Вообще гигантская. Так, ребята, сейчас я пришла в свой любимый отдел. Срыльно-мыльный. Даже тут посмотрим на рыльно-мыльное. Мне как бы вроде ничего не надо. Но если что-то найду вдруг, то, что мне понадобится, я возьму. Смотрите, тут даже скидки есть. Вот такие вот масочки понтин по 399-300 миллилитров. Тут даже, смотрите, что есть. Такого давно в магазинах не видела. Мини-шампуньки. Здесь, наверное, да, тут 90 миллилитров. Я думала, что стоит 90 рублей. Конечно, невыгодно, но с собой куда-то взять можно. Я это веду к тому, что, ну, вроде цены адекватные. Тут давай посмотрим. Стрит-рессом я знаю, сколько раньше стоил. Но он так и стоил, если без скидок. То есть, а по скидке рублей 180. А сейчас стоит 300. Пойдем сюда, с Йоз. С Йоз вообще адекватно стоит. Он даже раньше как будто дороже был. 285 кондиционера, и столько же стоит шампунь. Ну, то есть, тут вроде бы все нормально. Единственное, что, мне кажется, хайденшолдерс какой-то дорогой. Смотрите, вот такой маленький. 400 миллилитров стоит 400 рублей одна штука. Если берешь вот 6 штук, то будет 309 рублей. Ну, я не знаю, может быть, он столько и раньше стоил. Но как будто было раньше дешевле. Пахнет вкусно. Тебе надо? Денису не надо. Еще смотрите, что я нашла. Какой крутой хайденшолдерс. Он жестяно. То есть, эта баночка многоразовая. Но стоит, конечно, дорого. Как будто ты шампунь купил, и баночку специальную. 830 рублей. Но ее можно много раз использовать. То есть, переливать и красиво. Все остальное тут вроде тоже по адекватным ценам. Единственное, тут есть всякие бренды, которых я не знаю. Так, допустим, тут есть всякие корейские шампуни. Я даже на что-то здесь видела скидку, по-моему. А может, я вот это приняла за скидку, потому что 100 рублей разница. Или одну берешь, или две. Ну, в общем, с этим пока что норм. Сейчас пойдем дальше. Тут даже CP1 есть, прикиньте. Да, реально. Это, кто не знает, скраб для головы. И он реально столько стоил 2 года назад, когда я им пользовалась. Представляете? Типа, реально крутая тема. Интересно, сколько он сейчас стоит на всяких озонах. Там потому что в первую очередь все дорожает. Кстати, ребят, что я хотела сказать. Тут еще народу почти нет. Но мы, конечно, не дошли до еды. Тут реально мыльно. И смотрите, сколько людей. А время, ну, типа, время где-то час. Сейчас вам покажу. Вот, время час 01. Воскресенье. Сейчас пойдем смотреть Кока-Колу, Фанту всякую. Поднялись ли на них цены. Знаете, такое развлечение в 21 веке. Смотреть на цены, поднялись они или нет. В общем, в канцелярии никого. В рыльном мыльном тоже практически никого. Особо никто, ничем не затаривается. Не то, чтобы времена коровные все закупали туалетку. Кстати, где она? Туалетка, наверное, дальше. Сейчас посмотрим. Итак, дорогие друзья, мы пришли в отдел с водой. Тут реально никого нет. По крайней мере, в отделе с минералкой вообще никого. Походу с едой вообще капец. Да, я вижу там. Ребят, да, смотрите, где мясо. Нам как раз сейчас туда. Ну, и то немного, знаешь. Я вот хотела еще сегодня в Ашан сходить. И мне страшно даже туда идти. В общем, здесь есть по скидке вода святой источник с газиками. У нас вообще дома нет минералки. Поэтому я возьму 35 рублей за фляжку. Я даже две возьму, наверное. Это очень выгодно. Это получается около 400 рублей за две штуки. Короче, давайте вниз поставим. И это одна из первых наших покупок за сегодня. У-у-у, мы водили с газявами. И смотрите, тут часто были скидки, но сейчас нету скидок. 0,5 меринды на 13 марта, когда еще существует инстаграм в России, стоит 70 рублей 90 копеек за штуку. Инстаграм. Завтра у вас не будет, ну, у вас, у нас не будет инстаграма. Ребята, пишите, как вы там без инстаграма. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм. Нет смысла подписываться на инстаграм, уже нет. На телеграм, пожалуйста, подпишитесь. Вот, а 2 литра меринды стоит 145 рублей. Ну, в принципе, нормально, нормально. А это сколько стоит? Не написано. И все есть, ничего не разбирают. Это самое главное, потому что, честно, вот я где-то дня 4 назад, когда сказали, что Pepsi закрываются, сразу хотела поехать сюда и купить пару банок колы, потому что я знаю, что тут, в принципе, всегда немного людей, и если тут будут закупаться, то все будут закупаться вот такими стяжками, и мне пару банок оставят. Тут всегда, видите, валяется товар единичный. Потому что люди вот так берут себе стяжки, а то, что единичные скидывают. Ну, так часто тут происходит. Но потом поняла, что вроде колу не закрывают. Да, там вроде не закрывают. Там вроде перестали что-то там инвестировать. И рекламы нету на телевизоре, и рекламы нету на YouTube, Coca-Cola. Ну, где вы это все видели? Ой, смотрите, какая прикольная есть меринда. Вкус арбуза и ягоды. Я такую не видела. Это 50 рублей банка стоит. Хочешь попробовать? Нет, не хочет. А я бы попробовала. Еще такая есть. Ну, в принципе, цены нормы. Типа зачем? А, там еще и меринда. По одной поставить для красоты. Я бы взяла, я тебя на стеллаже поставила. Давай. А прикинь реально уйдет. А мы с тобой даже... Я, кстати, первый раз вижу спрайт в стекле. Так, я его сейчас сюда поставлю. Вот, берем одну фантю стеклянную, один спрайт. Я поставлю Денису на стеллаж. Ого, да? Три коробки в руки. Да, серьезно, да. И я хотела... А мы не заметили. Три коробки и вороны. Смотрите. Реально, везде есть ограничения по три коробки. Ну, три коробки, да, это, допустим, целых 18 бутылок колы. Ну, это типа на продажу, поняла? Чтобы люди не закупались. Ну, я поняла, да, чтобы перепродавать. Но суть такая, что кола, как оказалось, хранится очень мало. Мы недавно нашли колу в потерянных посылках, а у нее уже в апреле проходит срок годности. Поэтому мы сейчас вечеринка пьем колу. Короче, смотри, кока-кола в стекле есть только без сахара. Я так понимаю. Давай ее возьмем хотя бы. Это же кока-кола, да? Это что-то больше. Да, есть стекло, оно без сахара. Поставлю тебя на стеллаж. Нет, ну я не вижу. У-ху! Ну, выключай пока. Вот. Мы нашли швепс, который мы будем брать. Смотрите, есть швепс вот такой дерзкий гранат. Да, есть швепс вот такой типа как спритц. Это вот как тот типа алкоголь с таким вкусом, но он безалкогольный, конечно. Есть вот такой вот, который с лимоном. И есть классический. Денис очень любит швепс. И он уже взял, смотрите. Вот такой вот с типа... Ну, видите, он безалкогольный, со вкусом вот этого напитка шприц. Беттер лемон. Кстати, в пятерочке уже реально все выкупили. Я не знаю, зачем их все скупили там. Но там реально все скупили. Ну, мы тоже тут, знаете ли, закупаем. Я нашла то, что реально сильно подоржало. Ребята, мартини. Мартини сейчас стоит 1800. Хотя стоило раньше, ну, 1000 максимум. Прикиньте. 1800. Это же трэш. Ну, в общем, оно все столько стоит. Вообще все, мартини подоржало реально в два раза. Я видела, кстати, тиктоки, что многие закупаются именно мартини. Там целые столы у них стоят. Представляешь, закупились. Но когда вот только первый день санкций был, я не представляю, сколько это было в деньгах на тот момент, наверное, около 100 тысяч. А сейчас-то вообще можно реально бизнес продавать по полторы тысячи дешевле, чем в магазине. Ты наваришься. Ну, это, конечно, незаконно, не делайте так. А еще, я, как и говорила, тут реально многие сейчас закупаются итальянскими пастами, потому что они типа очень вкусные. Но я, знаете, думаю, что, в принципе, можно поесть и макву, как, ну, мы, допустим, никогда не ели итальянскую пасту, поэтому нам пофиг. Но тут, в принципе, все есть. А вот такие мы не кушли. А вот такие я реально не ел. Они стоят 222 рубля. Это не йоки. Они, по-моему, еще из картофеля. Типичное итальянское блюдо, приготовленное из отборного картофеля. Давай возьмем. Они такие же делаются. Ну, мы покушаем. Давай возьмем. И оно свежее. Стоит пока нормально. Красивую такую цену надо взять. Пойдем дальше. Смотри. Тут реально вот что-то подразобрали. Прям пустые. Видимо, это было реально очень вкусно. Серьезно. Кстати, скидок вообще нету. То есть, вообще нет скидок. Видите, барилла. Кстати, где там производится? Вот я люблю бариллу, но я почему-то уверена, что оно в России производится. Сейчас окажется, знаешь, что реально где-то... Ого, изготовитель реально Италия. Итальянцы закупаются нашим маслом. Я видела его в логах подсолнечным. А мы закупаемся их макаронами. Нет, ну я без барилла вообще смело переживу. Кстати, знаете, хотите прикол? Мы в этот раз реально сохраняем какой-то трезвый, здравый ум. Потому что в прошлый раз во время короны мы закупились очень сильной едой. И у нас по сей день стоят консервы с того времени. Потому что мы их не успели схить. Да, и мы даже водку покупали, чтобы руки дезинфицировать. Поэтому мы сейчас сильно не закупаемся. Но макароны мы недавно покупали. Кстати, по нормальным ценам хорошие. Это наши, нет? Давайте посмотрим. Вот эти макароны очень вкусные. Атрис производства. Российская Федерация. Курская область. То есть, они выглядят как итальянские, но производятся... Они нормальные, кстати. Очень-очень хорошие. Они даже, честно говоря, лучше, чем макфа. Вот, серьезно. Да простит меня макфа. Но вот это вкуснее. Да даже макфа ему бы подорожала. А, вот что нам надо, так это гречку. Я очень переживаю, что люди почему-то опять начинают скупать гречку. А я не понимаю, честно говоря, почему. Ведь это наш продукт, да? Правильно? И он не должен закончиться. Ну, может, я что-то не понимаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Сколько вот это стоит? 2 килограмма 369 рублей. Это дорого. Гречка нужна, опять-таки, у нас собакам. Потому что вот корма они действительно лишились. Смотри-ка, доширак есть, доширак. 50 рублей, представляешь, что ты... А, нет, нормальный. Я думала, знаете, какой, который... Ну, не в коробках. Я думала, что это не вот такой доширак, а который, знаете, в пакетиках мягких за 50 рублей уже продают. Я даже бы не поверила. Мы просто недавно видели в магазине доширак за 90 рублей. Что это за магазин был? Девушка, наверное. В общем, прикиньте, вот обычно доширак за 90 рублей. Мы офигели. Не, ну нам тоже, в принципе, не надо. А вот еще есть. Я нашла то, что нужно реально взять, потому что, ну, вот эта тема полезная. Это авокадное масло. 800 рублей стоит сейчас. Здесь мы его раньше в метро покупали за 600, но я его искала на зоне. Там он уже тысячу с тем-то стоит. Поэтому вот это выгодная покупка. Вот я возьму две таких баночки. Я вот думаю, может, еще заставить. Все, готово. Она, кстати, даже в окей по тысяче. Ну, типа без скидок, без всяких. Так, а теперь нам нужно взять вот это. Нам нужно взять кукурузу. Именно, наверное, бандюэлевскую. Я посмотрела, тут есть еще вариант Хайнс. И есть еще вот такая вот Грюн Рей фирма. Но я не знаю, вкусно она или нет. Но последний раз, это было вчера, ели... Спасибо. Можно пойти еще. В общем, она была невкусная. Но я не знаю, какую еще брать. Она была очень жесткая. И знаете, как будто самый дешевый консерв купили в виде кукурузы. Но это была бандюэль. Ты какую взял? Бандюэль? Бандюэль. Так что берем две бандюэль и еще, наверное, про запас. Да давай вот так возьмем-то еще. Вот эти выложим. Я же говорю, тут все ленивые мелочевку оставляют. Еще нам нужен горошек. Но горошка тут вообще особо нет. Есть по скидке Хайнс. Нет, есть по скидке Хайнс. Кстати, смотри, бандюэль есть зеленый. Горошек нежный. Идем дальше. Есть такая большая баночка. И есть молодой горошек. Он должен мягче быть, правильно? Как ты считаешь? Какой мы будем брать? Вот этот? Сколько? Ну, надо минимум три брать, чтобы хотя бы 122 было. 12 штук нам, конечно, не нужно. Собран, произведен. Может, все-таки нежный возьмем? Он нежный. Но тут просто молодой. Может, в этом и фишка? В общем, в последнее время бандюэль очень сильно расстраивает. У них все какое-то не такое, как было раньше. Давай вот этот возьмем. Он хотя бы обещают, что нежный. Нужно брать три штуки, чтобы было 108, я 8, 4, да? Нормально. Мы как бы его в салатиках едим, но редко. Здесь, в принципе, все. Но давайте посмотрим цены на масло оливковое. Ну, мы его берем, но мы его до этого закупили. Поэтому нам не надо. Мы до этого купили манине тоже здесь. Смотри, большая стоит 1400. Тут литр. Какая-то цена нормальная. Но мы покупали маленькая. Хотела, чтобы сравнить, и не вижу маленького манине. Его реально нету. Блин. Тут всякие фирмы, которые вообще, не знаю. В общем, то было холодного отжима, а это какого? Теплого? В общем, это какого-то другого отжима. Оно желтое. Но цена вроде норм. То есть такая банка стоит целый литр. Ой, целый литр стоит 960 рублей. Спасибо. Подсолнечное масло. Смотри, тут даже есть фритюрное. Целых 10 литров за 1900. Ну, в общем, тут цены адекватные. И все разобрано. Смотри, зачем люди скупают подсолнечное масло? Слобода по 129 и коробки вам целые стоят. Вот. Можно взять, и цена нормальная. Но нам не надо. Идеал по 133. Реально, ребят. Мы, если покупаем подсолнечное масло, то вот такое вот. Литр за 133. Оно так и стоило. Нам точно не надо? А то я уже в панике хочу пытаться. Юху! Одел мясо прямо над нашей головой. Мы наконец-то пришли туда, зачем мы реально сюда приехали. Ой, тут даже написано, смотри, минус 20%. Типа вот. Начинаем искать, что нам нужно. И самое главное, я что-то в шоке от цен. 2500 за килограмм. Ну, слушай, мы в прошлый раз здесь нашли мясо, которое нам нужно. Ладно, давайте смотреть сначала вот здесь, что у нас есть. Но это дорого. Это тоже дорого. Это что такое? Азу за 400 грамм. А где котлетное мясо? Уже разобрали по-любому, да? Все. Нам нужно котлетное мясо, и оно, по-моему, все. Вот смотри, аковала говяжий. При покупке 10 килограмм будет цена 679 рублей. Вот было котлетное мясо по 460. Все разобрали. Мы не успели. Мы еще вчера хотели поехать, но мы работали и не смогли. Давай, что, вот это будем брать? Что, больше вариантов вообще нет? Хотя бы его. И, то есть, еще должна быть скидка 10%. Ой, 20%, сколько я поняла. Здесь у нас дата изготовления 3 марта. Годно до 2 апреля. Ну, это все, фигня. Мы будем морозить. В общем, здесь 5 килограмм. Здесь у нас тоже 5 килограмм 100 грамм. И я это тоже возьму. И здесь у нас 5 кило ровно. Представляете, 5 и 3 ноля. Смотри, с ними это просто... 5-0-0-0 первый раз. Такую вижу идеальную цифру. Бахаем. Теперь точно наши собачки будут кушать целый месяц. Давай еще посмотрим, что тут есть. Так понимаю, на всю говядину скидка 20%. Именно охлажденную не заморозишь. Надо смотреть изначально, что по скидкам. Скидки не суммируются? А, да? Ну, ладно, тогда. Тогда хорошо. Я думала, уже все суммируется. Ну, давай просто тогда посмотрим, что тут есть. Ну, цены, в принципе, как и раньше были. Плюс-минус. Тут так много цен, на самом деле, я путаюсь. Слушайте, здесь написано цена, да, со скидкой. Да. То есть это вот на это скидка только? Нет, цена... Цена на белые ценники, скорее всего. Ну, скидка, скидка. Вот, смотрите, прикольные нашли стейк за 398. Тут 325 грамм. Ну, на двоих, то есть на обед пожарить нормально получается. По 200 рублей на человека, да. Это со скидкой уже. Хочешь такой взять? Ходить в морозилку, положить хотя бы. Он у нас до... Слушайте, он вообще старый. До 4 февраля сделан и до 17. Сегодня 13 марта, то есть ему 4 дня осталось жить. Ну, вот этот посвежее. До 20 марта. Где? Ну, так это не стейк. Это 1000 рублей стоит. А, сори. Как Денис выбирает еду? Берем, что подороже. В общем, мы взяли такую одну. Почему нет? Ну, вдруг, вдруг. Раз уж мы в магазине, мы нашли такую штуку. Филе бедра называется. В общем, надо взять килограмм 5 штук. 5 штук килограмм, чтобы было 348. Но нам штук не надо. Будет по 380. Возьмем 2 подложки. Ну, так, чисто пожарить, знаете, прикольно. И мне нужна одна хотя бы курица. Хотя бы одна. Вот какая-то старая. Вот эта курица хорошая фирма. Но она тоже какая-то не очень свежая, честно говоря. Прям вообще. Может, там внизу посвежее. И тут такая же. В итоге я нашла вот такую курочку. Она хотя бы на день посвежее. Тут 1,3 кг. Она такая нормальная. Не очень большая. Так что пойдем. Кстати, ребят, тут еще норм цены на молоко. Потому что я когда сидела на озоне, мне порекомендовался пармалат. И он там стоил 200 рублей за 1 литр. Здесь он стоит 100 рублей. То есть, как и раньше. Все то же самое. И вот домик в деревне прям по хорошей цене. Если берешь целую такую подложку. 12 штук. 70 рублей. Но она жирненькая. Надеюсь, что там и менее жирно будет. Но нам молоко не надо пока. В принципе, вот. Идеальное кофе есть. Ой, я возьму попробовать. Идеально для лата попробую. В общем, молоко есть за 65 рублей вообще. Ну, то есть, если одно берешь, то оно стоит 73 рублей. Отвеваешь. Да, смотри. Идеально для лата. Я попробую. Интересно. И очень хороший срок годности. Целый год хранится. Я думаю, может вообще коробку взять. Я выпью. Давай сейчас одну возьмем. Ну, по такой цене точно не будет. Нет, две бери. Две бери. 100% хотя бы. В смысле по такой цене точно не будет? Ну, по такой цене за 5 рублей потом точно не будет. Да какая разница? Может, она не вкусный такой пила? Нет. Мы пришли посмотреть рыбу. Вот интересно, сколько сейчас стоит лосось. Я так полагаю. Он подорожал. Реально подорожал. Смотрите, есть только российский лосось. 3-4 стоит 1400. То есть, рыба будет 3 или 4 килограмма. А лосось 7-8 килограмм стоит 1400 за килограмм. И в основном мы берем такой размер рыбы. Это 4-5. Стоит 1800. Самая дорогая рыба. То есть, это вообще невыгодно. Понимаешь? Выгоднее взять большую. Ну да, там большая башка будет. Много плавников, да? Которая толстенькая. А в маленькой? А в маленькую почему не выгодно? Возьмите отходов много. То есть, это самое выгодное в любом случае? Ну, не на сколько. Вообще не подорожало? Нет. Даже еще листало. Серьезно? Да, так и стало. А я думала, подорожало. А еще тут есть уже пласты рыбы. То есть, разделаны его. Прикольно. Кстати, удобно и разделывать ничего не надо. Это круто. Это появилось сейчас такое. Да? И оно все российское. То есть, раньше здесь было еще с Курильских островов, правильно? Серьезно, да. И его здесь нет. Прикольно. Сделано 8 марта. Я бы взяла. Это за килограмм, а здесь килой 700. То есть, такая рыбина где-то 4 килограмма будет. Ой, 4 тысячи стоит. Ну, прикольно. Она так сочно выльет. Она такая красная. Это значит, она много поела красителя. Кто не знает, лосося кормят красителем, чтобы он был красный. Вот, смотри, какой красный, как горбуша. Да, прикольно. И у нее текстура немножко другая, она суховатая. Ну, что-то он дорогой очень. Смотри, сколько он стоит. Ну, потому что он типа порезанный, видимо. Ааа. Но вообще кежич он стоит столько же, как лосося. Понятно. Поняли? И вот еще такая рыба, не запакованная. Трогать не буду. Она стоит чуть дешевле, чем та, которая вакууме. И есть стейки. А мне нужны тем временем крабовые палочки. Так, дорогие друзья, тут самых вкусных крабовых палочек нету. Они, знаете, такие прикольные. Вот от этой фирмы, Снежный краб. Потому что это они только... Денис, а это не они? Так тут полкило за 340 рублей. Денис там всему тоже удивляет, стоит. Прикольно. Сай, смотри, я нашла. Вот. Тут только полкило за 340. Это выгодно даже получается. Что это? Это минога. Курительная рыба. Смокт лэмпро и горячее копчение. Слушай, она какая-то короче угря. Фу, я ненавижу угря. Я их так боюсь. Это уже... Минога, да, да. Мы их видели живых. Фу. Да, фу, Денис, убирай. Это ужасно, да. Так, они до 23 апреля. Тут их осталось-то, господи. Раз-два и обчелся. Ну вот я две таких возьму, да, полкило. Вот они реально очень вкусные просто. И я вот это хочу взять, ребята. Это так вкусно, в общем. Да, короче, что они знают, тут есть крабовые палочки, да. А есть имитация снежного краба. Да ты куда убираешь-то? Сейчас забудешь. Потом буду искать. Это имитация снежного краба в виде палочек. А вот есть сам снежный краб, ребят. Я думаю, о, прикольно. А что, это имитация? Да, в общем, вот эти вот клешни, они очень вкусные. Это имитация. Они реально похожи по вкусу, я вам говорю. Денис вам говорит, что они очень похожи по вкусу. В общем, рецепт, ребята. Берете вот такую штуку. Романтический вечер у вас. Топите сливочное масло. И в сливочное масло макаете вот эту вот штуку. И это очень вкусно, как будто в ресторане. Я вот такую одну возьму. Она, правда, вообще не свежая. Это бомж-вариант такой, знаете? Ну, нифига себе, бомж-вариант. С по сравнению с этим. Ну, согласна, да. Вот это вот более-менее еще свежим. И они быстро портятся. Их надо сразу съедать. Я не знаю, у нас как-то раз за сутки они испортились. Я открыла, две съела, а потом они стухли. В общем, я одну возьму. А, еще вот тут есть снежный краб от самого метра. Выглядит тоже очень хорошо. Стоит 140 рублей за 200 грамм. Но вот это выгоднее. И 100% вкусно. Еще решили посмотреть то, что мы брали недавно. Это креветки. Но они у нас остались. Потому что мы, на самом деле, их не готовили, когда папа с растением приехал почему-то. Хотя мы брали, чтобы приготовить. Ну, в общем, у нас была другая еда. В общем, они реально тоже подоржали. Потому что они говорят, что их закупают по курсу доллара. Но они подоржали не сильно. То есть буквально на 300-400 рублей. Но зато очень сильно подорожали вот эти штуки. Они, я не знаю, как они называются. В общем, большие креветки. Они реально прям подорожали. Но они невкусные. Мы один раз попробовали, они были какие-то горькие. Они были испортлены. Ну, видимо, да. И теперь я даже боюсь их пробовать. Потому что они стоят дорого. А ты по вкусу получаешь просто что-то ужасное. Они переморожены. Возможно, да. Поэтому мы боимся их покупать. Ну, и их не надо. Пусть дорожают хоть до миллионов рублей. Мы пришли в отдел с овощами и фруктами. По ценам тут вроде все нормально. Сейчас чуть-чуть быстро посмотрим. Нам тут особо ничего не надо. Единственное, тут есть сельдерей всего за 100 рублей. Всего. Потому что в пятерочке у нас дорожно. Стоит 180. 180. Вроде нормально. Я люблю сельдерей. Его можно точить просто как-то за... Да, мы его просто жуем. Хотя по нам не видно. Короче, небольшой обзор на цены. Вот обычные томатики вот такие по 240 за килограмм. А вот такие вот типа розовые по 270. Ну, у нас пятерки они столько же стоят. Если они-то вообще есть, потому что у нас люди и соседи с ума сошли. Сейчас купили реально. Говорю, бананы по 120. И там черные бананы рядом по 260. Ну, вернее, красные вон они. И что тут еще есть? Огурчики. Ну, огурцы тут всегда были не очень. Вот можно на килограммы взять обычные гладкие огурцы по 150 рублей за килограмм. Ну, нормальная цена. Есть еще вот такие ужасные огурцы. Смотрите, какие они страшные. Прям неприятные. И реально дорогие. Ну, реально 300 рублей. Черрики. Мы обычно покупаем черри. Тут томаты небольшие, потому что мы их всегда не съедаем. Стоят вроде бы столько же. Но вот эти как будто чуть подорожали по 189, если 6 штук берешь. А раньше они были 189. Если ты одну штуку берешь. Вот эти по 169. Кстати, вот эти хорошие я возьму, наверное. Ну, вообще есть по 109 рублей. Вот эти и возьму. Главное, чтобы без плесени. Потому что тут лесень. Вот эти хорошие. И вот эти. По 109 рублей, ребят, точно надо брать. Ребят, мы стоим угораем. На, держи. Мы просто стоим угораем. Смотрите. В общем, я смотрю, что-то 500 рублей. Думаю, посмотрю. Смотрю, тут вино. Думаю, да не, не может быть. Потом, смотрю, написано Айманты. Айманты. В общем, это такой набор подарочный. Он типа стоит 500 рублей. Прикиньте. Где две бутылки вина и шоколадки какие-то. И открытка. Шоколадка, что ты поняла, Линда? Ну, шоколадка может быть просроченная. И мы взяли. Не старайтесь, шоколадки просрочатся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне кажется, нам вообще не продадут. Скажешь, что вы мошенники? Ну, 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 хотя бы шесть точно можно взять. Три в одни руки. Ну, я все взяла. Мы зашли в отдел со вкусняшками. И, пожалуйста, посмотрите на нашу тележку. Мы там. Мы еще нашли вот такой набор. Мы его взяли на подарок. В общем, тут идет четыре варианта алкоголя. Вы сами посмотрите, какой вот такой, вот такой, вот такой. Он стоит две тысячи. И мы посмотрели, сколько этот алкоголь стоит в розницу. И получается немного выгоднее. Там еще и дочери. Мы как раз, да, и мы как раз можем подарить кому-то. Ну, потому что тут алкоголь такой, конечно, и мы такой не пьем. Но на подарок самое то. И стоит две тысячи рублей. И мы зашли в отдел с вкусняшками. Тут вообще адекватные цены. То есть я, чтобы вы понимали, я уверена. Я ехала, что тут, во-первых, очень много народу. Пустые полки, потому что я видела и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Телеграме. Полки реально пустые, с какими-то товарами. Че? Я думаю, если мы сейчас в Ашан поедем. Там жопа. Там жопа будет. Я хотела сходить в Ашан с вами. Ну, когда в Ашане жопа, здесь нормально, да. Да. Тут барни даже по скидкам есть. Ну, то есть я смотрю то, что я ем. А что-то удивляется, что я смотрю какие-то странные товары. Я люблю чай из барни попить. Там чокопай покупаю иногда. Тульский пряник, слушай. Тульский пряник по 29 рублей. Так вообще, да, по 29 вообще-то. Мятное что ли? Яблоко с корицей. Нет, не знаю, что ли. Пошли срок. Скоро лето. Давай без тульского пряника. Срок хороший. Да июля. Тульские пряники best of the best. Ну, я думаю, они никуда не денутся. Максимум подорожают. Ну, тоже по скидке есть. А может, они вообще не наши, Маша? Ну, я сейчас посмотрю. Ну, как они не наши? Не 100%. Сделано в России. Понятно. Все. Сделано в России. Тут есть эти всякие вкусняшки, которые именно с Европы. Ну, это вот, допустим, вот эти вот вафельки всякие. Но они, мне кажется, только и столь. Я не знаю, сколько они столь раньше. Сейчас они стоят 300 рублей. И они по-любому вон Италия. Но мне они не нужны. Рассказываю всю правду о туалетной бумаге в магазине Метро. Итак, ту бумагу, которую мы обычно берем, это какая-то зеба обычно бывает. Стоит сейчас 229 рублей за 8 рулонов. Вот это с сиреней. Она типа со скидкой. Но есть 8 рулонов не с сиреней, он за 169 рублей, если 7 пачек берешь. Или так, за 186. Короче, на красные ценники лучше не ориентироваться. Они дороже. Что за бред вы все? И там очень много туалетки. Слава богу, вот раз никто не скупает туалетную бумагу в отличие от корон. Потому что ситуация все равно немножко схожая. Люди сходят с ума. Да, кто знает, зачем скупали всю туалетную бумагу, когда был, сами знаете что, коронавирус. Такая бумага стоит 8 рулонов 320 рублей. Я не понимаю... А, это Делюкс. На самом деле я очень люблю Зеву, но не понимаю. Все это просто Зева. Делюкс, Шмукс, Трупс, Папия. А еще слышала, что Зева тоже уходит. По-моему, это фейк, да? У меня даже Денис говорит, а все, Зева уходит. Я говорю, Денис, это фейк. Это фейк? Наверное, я не знаю. Но в целях никаких подъем не работают. Ну, в общем, цены пока норм. Даже Папия дороже, чем... Да, реально дороже. Смотри. 8 рулонов стоит 260 рублей. Хотя та же Зева стоит 230. Ограничения. 10 штук, да. И еще прикол, что оказывается, есть ограничения. Я даже не смотрю на это. 10 штук в одни руки. То есть можно взять 10 таких, 10 таких. Правильно? Угу. И нормально. Итак, ребята, а сейчас мы зашли в отдел со всякой штукой, чтобы стирать. Не знаю, может быть, вам тоже интересно, как мне. Мне интересно, сколько это все стоит. Но я смотрю, что, в принципе, все немножко подорожало. Допустим, вот 45 капсул от Ариэль сейчас стоит 1200. Типа по скидке. Хотя я, по-моему, в прошлый раз их брала за 1000 рублей. Тоже столько же штук. Но у нас пока есть чем стирать, поэтому я их брать не буду. Еще нашла вот такую большую упаковку от Персил. Тут 42 штуки. Тоже стоят 1200. Значит, Ариэль выгоднее. В принципе, цены вот такие. Но капсулы всегда были не самыми дешевыми. Варианты изми стирки. Вот, смотрите, на Тайт скидка 800 рублей. Вот такая штука стоит. 30 капсул. Давайте посмотрим, почем порошок. Ну, вот Ариэль, допустим, 3,7 килограмма стоит 1160. И Тайт Персил. А, и Тайт, и Персил. Ну, вот на Персил скидка, допустим. 4,8 килограмма за 950. Ну, в общем, цена вообще хорошая. Думаю, сколько стоит Тайт, не знаю. Потому что он вот здесь стоит. Сейчас узнаем. Вот такой, допустим. 15 килограмм. 15 килограмм. Серьезно? 15 килограмм за 1700, ребят. Вот это цена. Вот они. Это реально 9 килограмм. Это 9 килограмм. Они, наверное, ошиблись. Это 9 килограмм. Как наша тележка вылезет прямо сейчас снизу. Всякие газировки, минералки. Мы не поддаемся панике. На самом деле, если бы не эти коробки, тут она была бы полупустая. Вот. Мясо. Крабовые палочки. Так, немножко фруктов, овощей. И, в принципе, ну такое. Сами понимаете. Мы вышли. Ребята, я не знаю, рассказывать вам или нет. Мы только что точно такую же коробку разбили. Она вот с ворста выполнена. Она, прикиньте, вот так вот скатилась. И все. И мы в шоке, короче, были. Это трэш. Поэтому мы пошли взять еще одну коробку. И осталась только та, которая вот такая раздербаненная. Зато вам все прекрасно видно, что тут есть. Можно руки обрабатывать. Вообще полный прикол. Мы, конечно, в шоке. Потому что мы не планировали глобально закупаться. Мы планировали взять только мясо. И, может быть, какие-то суперкрутые товары. Если они будут по скидкам. Но, как видите, мы опять с двумя тележками немножко. Но ничего страшного. Это тоже, в принципе, хорошо. Будет что кому-то подарить. Ну, то есть, это мы взяли на подарки. Ну, вот реально. То есть, кто-то пришел. Мы такие, держите. Он такой, о май гад, спасибо. Главное, чтобы там конфеты не просрочены были. Мне тоже просрочно не страшно. Итак, знаю, что всегда всем интересно, сколько мы заплатили. Заплатили мы со всеми скидками. Но скидок у нас никаких еще не было. 35 тысяч. Честно, я думала, меньше будет. Честно говоря. Ну, только мясо сколько стоит, да? Оно было по скидке хоть? Слушай, я даже не посмотрела, была ли скидка на говядину. Вообще никакой скидки. Да как так-то, а? А может, он в конце скидка, кстати? Включая скидку 750 рублей. Ну, с 10 тысяч 20% вроде как. Очень странно, непонятно, но да ладно. Ну, лоханулись. Ну что, ребят, на этом видео заканчивается. Что-то у меня аж грустно как-то стало. Капец. Ну, реально. За 135 тысяч, да, вообще непонятно. Вот их фигни набрали, блин, ненужные вообще. Говорила, лучше дома посидеть. Старайтесь не поддаваться панике. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Всех вас люблю. Увидимся с вами в новых роликах. Пока.